МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вальс Победы прозвучал сегодня на республиканской столице. На площади Ленина прошел праздник с участием юно-армейцев Черкеска, ветераном Великой Отечественной войны и жителей города. Собравшийся поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Подробности у шерифа Трипшоковой. Глава Кирочаева Черкесской республики, учащихся в школах города Черкеска, для встречи знамени Победы построены. Командующим парадом юно-армейцев в Балянске. Дав старт начала парада, глава республики обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором призвал всех вспомнить тот далекий весенний день 45-го, которому миллионы людей шли долгих 4 года. И несмотря на то, что от того дня отделяет 74 года, Победная весна останется священным символом мирного подвига наших старших, доблестно выполнявших свой ратный долг, сказал Рашид Тимрезов. Великая победа навечно вписана в героическую летопись России и наш общий долг. Не позволит этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение. Помнить и чтить память тех людей, благодаря которым вы можете спокойно учиться, строить планы на будущее, уверенно смотреть в завтрашний день и радоваться жизни. В завершении своего выступления Рашид Тимрезов обратился к представителям молодого поколения. Они, нынешние школьники, должны равняться на победителей и быть достойными их подвига. В свою очередь ребята продемонстрировали свои навыки владения оружием. Ни один день они готовились к этому празднику и сумели четко выполнить все элементы, порадовав многочисленных зрителей. В параде приняли участие и самые юные защитники Отечества. Они прошествовали по площади в сопровождении своих мам и воспитателей. Мероприятие проходило как завершающий этап патриотической эстафеты, в рамках которой все общеобразовательные организации Черкесской принимали знамя победы. Данная эстафета стала частью большой патриотической работы, которая проводилась в Черкесске на протяжении всего года в целях привития любви к родине, чувства гордости за ее историю. Исполненный в финале праздника ребятами вальс победы стал не только еще одним напоминанием о тех днях, но и позволил окунуться в уникальную атмосферу победы 45-го. Победы светлый вальс, вальс победы, вальс победы праздник. Построение прекрасное. Мы юные патриоты нашей страны. Мне кажется, мы должны участвовать в таких мероприятиях вообще каждый год. И славится наша страна этой победой. И всем это очень масштабное мероприятие, которое радует, конечно, всегда. В завершении парада глава республики поблагодарил всех ребят за подаренный праздник. Видно, как вы любите свою страну. Вы настоящие истинные патриоты. И вы самые лучшие, красивые и здоровые наши дети. Я хочу вас поблагодарить. Хочу поблагодарить ваших родителей за то воспитание, которое они вас привезли. Вас и педагогов, наставников. За то, что мы уверены в завтрашнем дне. Шрифат Лепшукова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. Всю свою жизнь она посвятила профессии учителя. Воспитала тысячи учеников. И до сих пор продолжает трудиться в первой общеобразовательной школе номер один Карачаевска. Свой 95-летний юбилей отметила почетный работник общего образования Российской Федерации Софья Юсуфовна Барлакова. В гостях большой интернациональной семьи учителя побывала наша съемочная группа. О невероятной женщине, так преданной своей профессии, наш репортаж. 1 мая праздник весны труда, оживленный на улице Алиева Карачаевска. Этот дом знают практически все жители города. Здесь живет Софья Юсуфовна. Сегодня исполняется 95 лет. Поздравить старейшего учителя с юбилеем спешат родные, близкие, коллеги, учителя. Сон, Юсуфовна, еще столько же. Поздравить Софью Барлакова со столь знаменательной датой приехали представители власти республики. Поздравительный адрес и подарки от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова вручил заместитель руководителя администрации главы республики Ахмат Семенов. Вы олицетворяете все ценности, заложенные в праздники 1 мая. Своей яркой трудовой биографией, добрым отношением к людям вы заслужили большой авторитет земляков. Говорится поздравление Рашида Тимрезова. Софью Юсуфовну поздравил мэр Карачаевска Олег Динаев. Пожелал ей здоровья и еще долгих лет жизни. А жизнь старейшего учителя города действительно заслуживает внимания и большой передачи. Помнит все до мельчайших подробностей. Как начиналась война, как постучали в двери 2 ноября 43-го. В 6 часов утра к нам военные пришли и сразу сказали, готовьтесь, вас вывозим. И все. Значит, берите только что. Ну, первое необходимое. И быстренько в течение часа или двух. Вот это не помню хорошо. Во время депортации в Киргизии по профессии учителя пришлось забыть. Софья работала на фабрике в Чалдаваре. Шила одежду для фронта. Вернувшись на родину, восстановила документы. Закончила филологический факультет Карачаево-Черкесского пединститута. И устроилась работать учителем начальных классов в первой школе города Карачаевска. И по сегодняшний день отдает себя любимому делу. Преподает там карачаевский язык. Сетует только на то, что дети сегодня другие. Очень даже другие. Просто сейчас вот это дали свободу детям, дали свободу всем. И они не понимают, что это такое. Надо человечность в первую очередь, чтобы выросли дети людьми нормальными. И чтобы могли общаться между собой тоже как нормальные люди. Своих детей, троих сыновей и дочь Софья Иисуфовна достойно воспитала. Так, как она видит это. Почитание старших и младших. Уважение друг к другу и к людям других национальностей. В итоге получилась очень большая и абсолютно интернациональная семья. Три невестки. Кабардинка, русская и нагайка. И внуки продолжили традиции, взяв жены кабардинку, осетинку и армянку. Невестки искренне считают Софью Иисуфовну своей второй мамой. Она очень справедливая. У нее чувство справедливости зашкаливает. Она ответственная. У нас очень многонациональная семья получилась. И поэтому вопрос как-то даже и не стоит какой ты национальности. У нас даже нет этого. Мы все вот барлаковые все. Мы очень благодарны за ее труд многолетний. Мы ее очень любим. Она действительно уважаемый человек. Действительно достойный человек в этой жизни. Софья Иисуфовна бесспорная голова семьи. Так было всегда и по сей день. Все вопросы только с ней решают. Все абсолютно помнит. Вот приходят внуки, приходят ее племянники. Она им все рассказывает. Вот про их дядь, тетю, всех. Конечно, никто ничего не знает. Вот она всех помнит, все знает, все события знает. А рассказать ей много есть о чем. Для своих шести внуков и пяти правнуков Софья Иисуфовна большой авторитет. Кто вы все такие? Кто вы? Мы правнуки. Все правнуки? Да. Она действительно замечательный человек. Она пытается отдать все свои знания ученикам. Она выкладывается на полную, чтобы другие дети тоже изучали карачаевский язык. Она очень добрая, замечательный человек. Всю свою жизнь, полвека она работает учителем. Я уже думаю, что ей уже можно выходить из этой должности. Можно посидеть в кругу семьи всегда. Слово «отдыхать» пожалуй, это не для Софьи Иисуфовны. Активное участие она принимает в различных мероприятиях, проходящих в родном Карачаевске. Выполняет свой гражданский долг на выборах. Даже интервью в свои 95 нам она давала стоя. Так, как привыкла всю жизнь стоять у школьной доски. Передавать детям свои знания, любовь к своей стране и республике. И, пожалуй, самое главное, и сегодня такое ценное качество, как доброта. Ну, в первую очередь, человек должен быть человеком. А это значит знать младших, старших, товарищей своих, почитать, быть добрым, не держать зла, уметь прощать. Не знаю, у меня вот эти все качества я стараюсь держать. И думаю, что я живу только из-за этого. Никому зла не иметь. Светлана Казиева, Рашид Токов, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевск. И вновь вернемся к погоде. Синоптики прогнозируют, в некоторых районах сильные дожди и град. Прогноз погоды на завтра. Все для сада и огорода. В торговом центре «Держава» большой выбор комнатных растений. Грунты, удобрения, инструменты, садовая мебель. Черкесск, переулок Пролетарский-1. По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильные дожди и местами град. Ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду и при грозе порывы до 13-18. В отдельных районах до 23. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. При прояснении до плюс 5, а днем плюс 13, плюс 18. В отдельных районах до 21. А в горах ночью до нуля, а днем плюс 6, плюс 11. И выше 2000 метров слабая лавина-опасность. В Черкесске как ковременной дождь и гроза, ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, а днем 16-18 градусов тепла. Это Вести в прямом эфире и мы продолжаем. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовала всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». В Карачаевскую акцию поддержали волонтеры Победы и отдел туризма и молодежно-политики мэрии города. Они предлагают жителям региона приобрести значки с изображением красной гвоздики, символа памяти о героях. Главный девиз акции «Я помню, я помогаю». Вырученные деньги пойдут на закупку лекарств, медицинского оборудования, а также их направят на реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Участники патриотического автопробега «Дербен-Севастополь» посетили Карачаево-Черкесию. Мероприятие прошло в честь 345-й стрелковой дивизии и 75-летию освобождения Севастополя. Их маршрут проходил через соседние регионы СКФО. В Черкесске в Парке Победы состоялось торжественное мероприятие с участием представителей власти Совета ветеранов поискового отряда «Подвиг». К могиле неизвестного солдата участники патриотической акции возложили цветы и пообещали, что примут участие в слете восхождения, который пройдет уже ближайшие месяцы в республике. Автопробег, естественно, патриотический, к нашей великой победе приурочен и посвящен памяти 345-й стрелковой дивизии, которая в свое время была сформирована в 1941 году именно в городе Дербент и призвана была защищать Феодосию и как раз таки Севастополь. Поэтому Дербент-Севастополь в состав этой дивизии вошли представители практически всех братских кавказских республик, по которым сегодня вот этот автопробег продолжает свой путь. А в Адыгихабльском районе сегодня состоялся велопробег, приуроченный ко Дню Победы. Стартовала акция в ауле Старокувинск. 50 участников-школьников на велосипедах преодолели путь в 100 километров, заезжая в другие населенные пункты Карачаева-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. Ребята со своими старшими наставниками возложили венки к могилам павших солдат. Подобные мероприятия позволят молодежи больше о войне узнать ее историю. В свою очередь ребята выразили уверенность, что этот праздник со слезами на глазах они будут помнить вечно и передавать исторические знания другим поколениям, чтобы память о защитниках Родины в годы Великой Отечественной жила всегда в сердцах людей. Каждый год у нас увеличивается и количество участников, конкретно велосипедистов, и количество тех, кто рядом находится. Сегодняшний велопробег, это первый раз за 15 лет, мы увеличили маршрут. Я очень обрадован, что школа Старокубинская так активно проводит вот такие мероприятия, как велопробег в честь Дня Победы. Это очень поучительно для молодежи особенно о значении нашей победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В Черкесске состоялся турнир по волейболу, посвященный Дню Победы. В соревнованиях участвовали семь команд правоохранительных и силовых структур. В финале встретились волейболисты МЧС и ФСБ по Карачаево-Черкесии. В напряженной борьбе за первое место лучшими оказали сотрудники Федеральной службы безопасности. Команда МЧС заняла второе место, третье завоевали волейболисты МВД Республики. Завтра в 14 часов в амфитеатре парка культуры отдыха «Зеленый остров» состоится большой праздничный концерт ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа». А затем в 15 часов впервые в республиканской столице выступит легендарный ансамбль песни и пляски Черноморского флота, один из старейших творческих коллективов вооруженных сил России. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Никогда не говорит никогда». Приятного просмотра и с наступающим праздником Великой Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова